Выставка в Доме культуры Яхрома посвящена памяти новомучеников 20 века, которые жили на нашей земле, были священнослужителями в храмах Яхромского благочения. Сергей Константинов, Василий Крылов, Владимир Красновский, Сергий Розенов. Имена этих и многих других людей открывают целый пласт не только церковной истории, но и истории всей нашей страны. Именно сегодня мы открываем выставку, так как сегодня празднуем память настоятеля Троицкого собора, священного мученика Сергия Константинова, который в этот день скончался в тюрьме. С утра была большая соборная служба в соборе Троицком, о котором мы его молитвенно упоминали. Выставку открываем для того, чтобы память новомучеников коснулась не только людей, кто приходит на богослужение, но чтобы ее можно было увидеть и детям, школьникам, для того, чтобы познакомить с судьбой этих замечательных людей, героев духа. На открытии выставки собралось много гостей. Приехали родственники священно-мучеников. Хор Даниловского монастыря. Из Москвы прибыл и протеерей Иоанн Каледа, настоятель храма Троицы на грязях. Представители благочиния вспоминают сегодня священно-мучеников как пример стойкости, силы духа, которые послужили нравственным образцом для всех последующих поколений. На макетах представлены биографии десяти священнослужителей, старые фотографии, редкие сохранившиеся документы. Всех этих священников объединило одно. В 30-е годы прошлого века, в годы репрессий, они были названы врагами народа. Одно и то же обвинение – антисоветская агитация. Конечно, они понимали, что их ждет, но веру свою не предали и предпочли тяжелую участь. Кто-то был приговорен к немедленному расстрелу на Бутовском полигоне, кто-то умер от изнеможения в исправительно-трудовых колониях. Все, что осталось потомкам – это чтить их память. Внучатая племянница священно-мученика Сергия Константинова бережно хранит воспоминания о своем родственнике. Я успела расспросить своего отца, он рассказал мне то, что помнил о своих родственниках. У нас есть такая изданная семейная книга с фотографиями. Мы хотим, чтобы и дети наши, когда вырастут, тоже об этом помнили и чтили историю предков. Это очень греет душу, что есть такой человек в нашем роду, и хочется быть достойным. И чтобы такие люди являлись нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Выставка, посвященная новомученикам 20 века, пробудет в стенах Дома культуры Яхрома недолго. И вскоре отправится в школы и другие культурные учреждения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...